Привет! Сегодня я расскажу вам о лучшей спортивной добавке для натурального спортсмена и о том, как ее правильно выбрать. Лучшей спортивной добавкой для натурала является обычный креатин моногидрат. Как ни парадоксально, но при этом он является еще и самой дешевой спортивной добавкой, которая направлена на увеличение мышечной массы и силовых показателей. Существует два основных вида креатина – чистый и с транспортной системой. Все дело в том, что для того, чтобы креатин усвоился, необходимы компоненты для его транспортировки, важнейшим из которых является инсулин. Сам по себе креатин выброса инсулина не вызывает, поэтому принимать его нужно с продуктами, повышающими выброс инсулина в кровь для его наилучшей транспортировки. Это могут быть любые простые углеводы, например, вода с медом или вареньем, или, например, сок. На диете можно принимать его с протеином, так как белок тоже вызывает небольшой выброс инсулина. В креатине с транспортной системой все уже сбалансировано таким образом, что никаких дополнительных продуктов вместе с креатином принимать не нужно. Правда, стоит он немного дороже. Принимается креатин примерно по 5 граммов в день. Обычно это происходит утром или после тренировки. Скажу честно, что на практике я не заметил разницы во времени приема и стал приверженцем приема этого продукта за завтраком. Креатин можно принимать постоянно, делая небольшие перерывы в месяц или два. Как показала практика, креатин дает наибольший эффект при приеме его в первый раз. Со временем эффект от приема этой добавки немного снижается, но тем не менее она остается одной из самых эффективных спортивных добавок. Видео о применении других спортивных добавок смотрите на моем канале по ссылкам, которые видите на экране. Продолжение следует...